Слово «инженеринг» означает, по сути, притворять что-то в жизнь, что-то, чего мы хотим, и мы используем для этого самый эффективный из возможных способов. Это и есть инженерия. Если вы делаете это ужасно неэффективным способом, это нельзя назвать инженерингом. Мы скажем, что это прекрасный пример инженеринга, когда мы хотим, чтобы что-то произошло с наименьшим количеством отклонений и с наименьшим количеством последствий. Итак, если у вас есть тело, которое вы используете в течение 12 часов, и оно спит остальные 12 часов, телу необходимо 12 часов для восстановления. Вы знаете, сон — это как время обслуживания. Если у вас есть машина, которой вы пользовались 15 дней, тогда она стоит в гараже также 15 дней. Намного проще пользоваться общественным транспортом. у вас есть тело, которое должно спать 10-12 часов в день. В таком случае это больше неэффективная система. Она не использовалась должным образом. Возможно, топливо некачественное. Может быть, протекает двигатель. Итак, это всё физические аспекты. Возможно, с медицинской точки зрения вы можете быть здоровым. Однако, если вам необходимо спать 8-10 часов, к сожалению, многие образованные люди считают стандартом тот факт, что каждый человек должен спать от 8 до 10 часов. Это ужасно неэффективное восприятие того, что такое человеческий организм. Не так ли? Человеческое тело — это наиболее сложный механизм на планете. Если этот механизм проводит половину времени на обслуживании, тогда вы не можете больше называть его наиболее сложным. Он очень простой. Я расскажу вам о трёх вещах, делая которые вы увидите, что количество вашего сна уменьшится значительным образом. Очень простые вещи. Чрезвычайно простые вещи, которые надо делать в течение 10-15 минут в день. И вы увидите, что количество часов вашего сна значительно сократится. Я расскажу вам ещё три вещи, очень простые вещи, делая которые количество потребляемой вам еды сократится до 40-45% от того, что вы потребляете сейчас. Это всё также поможет вам поддерживать ваш вес, вашу внешнюю физическую активность, но при этом с меньшим количеством сна. Итак, вы создаёте что-то, потому что вы хотите, чтобы оно работало более эффективно. Управление чем угодно, неэффективным способом — это не инженеринг. Итак, допустим, что я мама, и у меня есть работа, есть вещи, которыми нужно заниматься. Не имеет значения, кто вы. Это важно, кем бы вы ни были. Какой бы ни была природа вашей деятельности, вы занимаетесь чем-то, потому что считаете, что это для вас важно. Если вы занимаетесь тем, что для вас важно, если вы считаете, что ваша работа важная, первое и самое главное — вы должны всё время работать над собой. Внутренняя инженерия — это систематическая работа над собой, не только над телом и разумом, и не только на уровне эмоций, но над всеми аспектами — тело, разум, эмоции и энергии. Все эти вещи связаны между собой и организованы должным образом. И только тогда этот механизм будет работать намного эффективнее. Итак, количество необходимого сна, количество необходимой еды, количество отдыха, которого требует ваше тело, может значительно сократиться. И в то же время, количество нашей активности может возрасти в той же степени и быть более эффективной и действенной. Особенно если вы мать. Ваша задача состоит не только в том, чтобы ваша жизнь была прекрасной, но теперь вы отвечаете ещё за одну или две других жизни. Эти жизни также должны работать слаженно. Когда вы осмелитесь взять такую ответственность, вы тогда просто должны заниматься внутренним инженерингом. У вас нет другого выбора. Если вы не мать, возможно, у вас и есть выбор. Однако если вы уже мать, у вас просто нет другого выбора. Вы должны это делать. Возьмите. Возьмите.